мир всем миром принимаем слава христу а мир всем с миром добрый вечер небесный утешителю души истины и живи везде я исполняй сокровища благих и жизнеподавших истины и от всяких истерных и спаси благослови наши господи благослови наши занятия по слову твоему не дай уклониться ни направо ни налево от истины и нанимания смыслом прибудь с нами и в этот благодатный вечер сохрани нас в любви, согласии, единомысленной посту хвала тебе, честь и поклонение, отец, сын и святой дух аминь аминь мы начали чтение приложения здесь их два я сейчас посмотрел тут достаточно обширный материал я вот хочу посоветоваться или зачитывать его или все-таки пропустить и перейти вот к толкованию именно вот на на книгу откровения, Игнать Тихонович, как посоветую? а какая глава, какую главу разбирать будешь? если я это начитывал и знаю многократно, то мне разницы нету а кто никогда не слышал и тут перешагнете, он больше никогда не услышит хорошо, тогда я буду читать и минутки через две, через три буду останавливаться и какие-то вопросы, да, материал, конечно, нужный и так, значит, мы проходим книгу откровений, седьмую главу, на восьмом стихе остановились и вот здесь сейчас читаем приложение первое и еще будет приложение второе, толкование здесь а по какому толкованию? Блаженный Фифилакс? нет, Блаженный Фифилакс книгу откровений не толковал мы пользуемся толкованием, которое собрал Геннадий Пас ага он собирал толкование свистых отцов и вот составил такие приложения, значит, и сейчас будем разбирать а в интернете нету, чтобы тоже можно было смотреть, как бы, в текст толкование? в интернете есть ну как мне прописать, а чтобы найти, чтобы я тоже за текстом средил, а не только в социал? хорошо, я сейчас кину да, в это, в сообщение, если можно да, пару минут тогда подождите я думаю, это, да, необходимо или знаете, Игнать Тихонович, вы сможете, пока я буду читать, скинуть третий том, вот в скайп в ворде, сможете? у меня клавиатура заставлена заставлена, я на ней тут установил пирамиду, чтобы снимать микрофон не включили у меня клавиатура закрыта тут пирамиду построил, чтобы можно было сразу снимать я сейчас должен убрать чуть-чуть подождать маленько, Володя придет возьмет в руки у меня аппаратуру он сейчас вот-вот должен подойти да, ну нельзя вслух сказать разве? мы сами запишем не, дело не в этом когда на слух, то глаза не глядят в текст, то, как бы, оно может ускользать а так, как бы, смотришь текст и сосредоточен как бы, есть сосредоточенность когда придет сейчас, чтобы у нее передать иначе у меня кособока пойдет так, я попутно хотел сказать Рахиль, что так грудь-то открыта-то? не годится это уберу обязательно, под горлышко, вот так он как Ольга Симоненко, вот образец хорошо Марина тут, я вижу тут Надежда так кто-нибудь из присутствующих сможет скинуть новый совет да, вот уже скинули, да вот, Наталья в PDF, пусть люди скачивают да в PDF, я сейчас в Word тогда постараюсь я в Word тоже сейчас скину скидывайте, отлично так, в Word скинуйте в Word это будет страница 416 и походу там уже значит я буду тогда говорить итак я продолжаю чтение этих приложений и еще один момент запечатлен в Евангелии это вот 416 страница трехтомника в котором мы ведем занятия вот еще ссылка скидывает но это да а вот в Word да Сережа, у меня Word готовый я ему скину маленько подождите я ему скину все у меня все переведено все до одной книги переведены я вам в Word все скину вот уже скинули в Word но что-то у меня почему-то не открывается ног 73 до придется подождать я тогда буду читать подождите пока пока вот на слух принимайте а потом по и еще один момент запечатлен в Евангелии его Иоанна микрофон выключайте не забывайте что шумит увидев Петр говорит Иисусу Господи а он что Иисус говорит ему если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе то того ты иди за мною Евангелие от Иоанна 21 глава 23 Петр привык всегда быть вместе со своим другом Иоанном и вот Господь послал Петра на великое служение и предсказал ему его кончине глава 21 но Петра волнует еще а что же будет с Иоанном и Господь отвечает стих 22 и снова надо выяснить о каком же своем пришествии и куда говорит здесь Господь неоднократно говорил Христос о своем пришествии на Иерусалим для его разрушения об этом читаем в Евангелии от Матфея 24 главе и в Евангелии от Марка 13 главе это совершилось в 70 году через римских императоров Веспасиана и Кита и действительно до этого времени все апостолы повсюду проповедовали Евангелие и мученически перешли в жизненую Иоанн же до этого времени оставался в Иерусалиме никуда не уходя неся на себе заботы о Пресвятой Деве Марии Матери Господа врученной ему Христом раскатом на кресте после же успения Божьей Матери перед разрушительным пришествием Господа на Иерусалим через Веспаси Ана и Кита Иоанн оставляет Иерусалим и выходит на проповедь которую ведет еще 30 лет что же касается того что первые христиане ожидали пришествия Господа еще при своей жизни так это совсем не говорит о том что Христос им это говорил Христос говорил им только о своем близком пришествии не указывая срока и в последующие века часто христиане ожидали пришествия Господа при своей жизни вот новым людям чтобы понятно было о чем речь значит смотрите что был такой вот лауреат Нобелевской премии Альберт Свейцер то есть он в своем учении пишет почему я не христианин он он вот ложно исключительно толковал слова Спасителя то есть Спаситель говорит истинно говорю вам не успеете обойти городов Израилевых как приедет Сын Человеческий и раз Сын Человеческий не пришел значит Христос лгал и поэтому неверно толковая эти слова Спасителя значит он вышел ну из церкви если бы он там был в общем и вот мы сейчас разбираемся что же в действительности значит эти слова Спасителя истинно истинно говорю вам не успеете обойти городов Израилевых как приедет Сын Человеческий то есть ложное толкование говорят что Христос имел здесь свое второе пришествие и пришествие он обещал им второе при жизни учеников ну раз не успеете обойти городов а второго пришествия не было как мы знаем поэтому они считают что это Евангелие ложная книга мы сейчас разбираем читая вот эти приложения и и так продолжаем что же касается того что первые христиане ожидали пришествия господа еще при своей жизни так это совсем не говорит о том что Христос им это говорил то есть он не это имел ввиду что я при вашей жизни второй раз приду Христос говорил им только о своем близком пришествии не указывая и в последующие века часто христиане ожидали пришествия господа при своей жизни и ныне многие считают что наше время и есть последнее время мира и нам придется встречать грядущего Христа но не исключена возможность того что все мы уснем смертью и только грядущие поколения встретят грядущего во все времена были люди предсказывающие точную дату пришествия Христа их последователи собирались встречать Христа но он не приходил в 1832 году например таврические сектанты ожидая явления Христова распродали все свое имущество и целыми селами пошли в Закавказье встречать на горе Христа обманутые своими вожаками и разоренные вернулись ни с чем домой в 19 веке немцы минониты в России под водительством Клааса Эппа толпами двинулись в Туркестан в Среднюю Азию встречать грядущего Христа так там и появились первые немецкие поселения и один из основателей адвентизма Вильям Миллер два раза назначал второе происшествие на 1843 год а потом на 22 октября 1844 года на 1914 год назначено пришествие Христа Чарльзом Расселом США основателем мучение секты святителя Иеговы намечалось пришествие Христа и на 70-е годы нашего столетия было в ходу народное поверье о пришествии Христа в 2000 году никогда подобные в кавычках пророчества не исходили от священного писания это чуждо не только православию но и католичество ибо священное писание и святые отцы так не учат вопросы по вот этому материалу отрывку есть вопросов нету вопросов нету все понятно то есть Христос когда говорил эти слова он не имел своего пришествия в виду что же он имел ввиду дальше будем читать по ходу разберемся так пытаясь в ворде скинуть открыть кто спрашивал в ворде материал открылся у него нет две ссылки у меня не открываются ни одна ни вторая первая ссылка вообще на колосяном я попадаю на толкование колосяном а вторая ссылка не открывается в конце в конце файл вордах я отправил в общий чат видите его а в конце да скачивать 3-4 мегабайта и это будет как раз он а долго скачивать нет ну ладно 3-4 мегабайта это быстро наверно если интернет в скайпе у меня почему то не открывается ну ладно ну ладно сейчас я попробую еще раз закинуть что скажите не хочется следить за текстом как бы так чтобы то я вас прекрасно понимаю что не знаю что не знаю Сергей, это нехорошо Ты 10 человек набрал и стоишь Я же сказал, дам Ну, что, горит или что? Ни у кого же нет перед глазами Я сказал, у меня все заготовленное, очищенное Веди занятия О том, что будут ложные пришествия Говорил и сам Господь Тогда, если кто скажет вам Вот здесь Христос или там не верьте Ибо восстанут лжехристы и лжепророки И дадут великие знамения и чудеса Чтобы провестить, если возможно, и избран Вот я наперед сказал вам Евангелие от Матфея, 24 глава, 25-25 Одни же своего пришествия Христос ясно говорит Одни же том или часе никто не знает Ни ангелы небесные, ни Сын Но только Отец Евангелие от Марка, 13 глава, 32-й То есть, не только люди, но даже ангелы Этого не знают И даже сам Христос Как Сын человеческий Этого не знал Но как Бог, разумеется Он ведал все И день своего пришествия на суд А поэтому нам Остаются слова Христа Сказанные им Ученикам своим перед вознесением на небо Не ваше дело Знать времена и сроки Которые Отец положил в своей власти Деяние 1.7 Только по знамениям Возможно определять близость пришествия Господа Да и в этом случае Надо быть весьма осторожными Ибо легко ошибиться Дня же и часа никто не знает И Священное Писание его не указывает Вопросы? Ну там не указывает Но там признаки даются в Евангелии Какие? Восстанет народ народ Царство на царство Мор и глады Девы трясели по местам Только начало болезни Ну и толкователь нам тоже говорит Признаки указывают Да, они совпадают Но мы сейчас говорим о дне И говорим, что ложные учителя и лжепророки Объявляли день всенародно Вот этому верить не нужно Если вы когда-нибудь услышите Что вот в такого-то числа В такое-то время Будет второе предшествие Христа Не верьте Об этом и Христос говорит Только что прочитали А дне же том Не знает ни ангелы Ни сын человеческий То есть Иисус Христос Даже это не знает Как человек Как Бог Он знает, конечно, об этом Только отец Поэтому нам надо быть осторожны Когда услышите дату И вот эти вот люди Имена их здесь перечисляются Что были вот эти лжепророчества А с какой целью это делалось? Ну, оболванить, обокрасть Люди продавали имение Это, конечно, хорошо Жертвенность никто не отменял Продолжаем дальше Но вернемся к лжеучениям Одно из них Учение о семи периодах В истории церкви Среди таких сектантских течений Как Баптистское и Минонитское Широко распространено мнение Будто семь посланий Семи церквам Откровения два-три Описывают семь периодов В истории церкви Каждому посланию Соответствует свой период Якобы Распределяются периоды так Сейчас я прочитаю Как они То есть лже-толкователи Думают Как они толкуют неправильно То есть они считают Что эфесский То есть послание к эфесянам Это первый век Век апостольский Большая ревность христиан Чистота церкви Но к концу теряется первая любовь Второй период в истории церкви Как считают еретики Это второй-третий века Период гонений первых христиан Римскими императорами Гонима и страдающая церковь Мирская Дальше Что они считают Что пергамская Послание к пергамской церкви Это введение Иоанну Описывается Четвертые и шестые века То есть они говорят Что да Был святоотеческий период Становления христианства В качестве Господствующей религии Сообразование церкви С миром всем И введение Идола жертвенного И перечисляется Что это такое Таинств Обрядов Иконопочитания Церковь отходит От истинного учения И святой жизни Так считают Иритики Дальше Они говорят Что феатинская церковь Послание Оно описывает Седьмой И Седьмого По пятнадцатый век Сразу И Они говорят Что это Эпоха Реформации Выход из католичества И начало Протестантизма Это Первые протестантские Течения Англиканство Литеранство Реформаторы Реформаты Но Реформировано Еще только Учение Внутренняя Духовная жизнь Еще мертва Так они считают Далее Филадельфийский Это уже Восемнадцатый Девятнадцатый Веках Это Внутренние Возрожденные Христианские Течения С истинным Учением Начатки Первые Общины Менонитов И Баптистов Потом Методисты Джон Велси И дальнейшее Возрождение Этот период Будет Собственно До второго Пришествия Христова До восхищения Церкви Далее Ладыкийский Послание к ладыкийцам Они считают Что это Сегодняшний Период Это период Последнего Времени Существует Что существует С филадельфийским И будет Тоже До восхищения Церкви Это период Теплохладности Духовного Охлаждения И разложения Духовного Сна Такое Ложное Толкование И ложное Разумение Истории Церкви Измышлено Сектантами Толкование Явно Антицерковное Порочащее Церковь Оправдывающее Их выход Из Церкви И составленное Исключительно В угоду Себе Одновременно Это ложный Совершенно Односторонний А также Утрированный Взгляд На историю Христианства Вопросы? Пока нет Идем дальше Покажем Его неверность В чем же Неверность? Давайте Разберемся Почему Это неистинно Что они Толкуют Что это Как послание Семи церквам Это вот Описываются Периоды Будущие Периоды Церкви Во-первых Во всем Писании Не имеется Абсолютно Никаких Показаний На то Что Семь посланий Надо Понимать Как семь Периодов Истории Церкви Это Во-первых В апокалипсисе Мы вообще Не наблюдаем Строгой Хронологичности Смена Одного Видения Другим Никак Не означает Еще Смену Времен Последующее Видение Далеко Не всегда Показывает На времена Последующие Такой Вапостольского Века Первыми Христианами Было Пронесено Какое-то Покаяние О потере Первой Любви Тогда Христос Должен Был Сдвинуть Их Светильник Но Из протестантов Никто Не может Отрицать Что По крайней Мере Еще Два Века Второй И Третий Христиан Стоял И горел Во всю Силу Пока Не сгорело Язычество У кого-то Микрофон Не выключен Посмотрите Далее Период Смирский Второй Третьи Века Вроде Можно Отнести Его К Периоду Гонений Римскими Императорами Но Ведь Он Подходит И к Периоду Великой Скорби При Антихристе А Тогда Это Послание Должно Было Бы Стоять Последним Далее Период Пергамс Это Сергей Игнатов Микрофончик Выключи Попробуй Сейчас Период Пергамский Это Четвертый И шестой Века То Что В это Время Любодеяние С миром Отмерщение Христиан Это Верно Но Ведь Это Только Одна Сторона Для Этого Периода Характерно Не Только Сергей Игнатов Мне Придется Вас Отключить Пока Напишите Когда Вы Для Этого Периода Характерно Не Только Любодеяние Но И Девства Не Только Слияние С миром Но И Уход Из Мира Ведь Это Период Высшего Рассвета Монашества Отшельничества Подвижничества Сколько Второе Третье Века Дали Мученикам Только В этот Период Духовных Подвижников Аскетов Богослов Отцов Церкви Если Если В Первом Веке Христианство Имело Наибольшую Харизматическую Силу По-гречески Божественное Благодатное Дарование То В четвертом Шестом Веках В шестом Веках Оно достигло Своей Наибольшей Глубины Мнение Что Идоложертвенное Это Введение Святыми Отцами Таинств Обрядов Иконопочитания Есть Просто Кощунство Таинство Ввел Христос А иконы Не только Христианами Всегда Почитались Но были И в Ветхом Завете Так что Эти мысли Есть Просто Искажение Истории Кощунства Над Святыней Верно То Что Это Время Становления Культового Обряда Но Обряда Отражающего Культ Бога Живого Бога Служения А не Идолослужения А впрочем Мы уже говорили Что во все времена Были грехи Всех Семи Церквей А значит И в это время Были грехи Пергамс Нельзя Под учением Валаама Понимать Учение Святых Отцов Потому что Учению Валаама В Пергаме Последователи Последовали Немногие А учение Их Принималось Сею Церковью И утверждалось На Вселенских Соборах Известно Что к концу Этого Периода Церковь На своем пути Никакого Покаяния Не принесла Но Никак Мы не видим Чтобы Христос Скоро Пришел И сразился Мечом Уст Своих О чем Говорится Совершенно Никакие Особые События Или резкие Изменения Не характеризуют Период Церкви Следующий Период Далее Пергамский Период Ни с кем Не может быть Отождествлен Свидетель Христофа Антипа Еще Одну Ложь Далее Они говорят Что период Феатирский Это Седьмой И Пятнадцатый Седьмого По пятнадцатый Век Очень Выгодно Сектантам Считать Церковь Средневековья И папства И Завелью Чтобы Оправдать Свой выход Из католичества И церкви Оправдать Своё Появление Немногих Увлекала За собой Феатирах И Завель Учение Православия И католичества Исповедовала Тогда Вся Церковь Кроме Очень Малого Количества Еретиков Несмотря На Все Грехи В церкви Церковь Не блудница Кощунственная Мысль А Невеста Христова Сектанты Говорят Что и тогда Были Недержащие Се того Учения Да Были Некоторые Еретики Но ведь Они Совершенно Не держались Учений Которые Ныне Держат Сектанты Этих Учений Тогда Вовсе Не было Так Что же Или Церкви Тогда Не было Или Сектанты Не церковь Сколько Грехов Не совершили Тогда Римские Папы Но они Никогда Не были Ложной Пророчицей А всегда Проповедовали Христианское Учение Далее Если Принять Мнение Сектантов То Какие Последние Дела Те отец Были Больше Первых По их Мнению Церковь Микрофон Не выключен Вика Пахомова Выключите Микрофон Пожалуйста Ведь По их Мнению Церковь Все Более И Более Деградировала Пока Не дошла До Невозможного Состояния И Не возникла Необходимость Реформации Если Изавель Папство Средневековья То Как же Оно Будет Ввержено Великую Скорь Антихисто Средневековье Давно Прошло А Великой Скорби Еще и Поныне Не было Еще Одна ложь Выявляется Далее Они Говорят Что Период Царгийский Это 16-17 Века Это Эпоха Реформации Католичество И Православие По сектантскому Толкованию Вроде Уже Как И Нет Ибо Последние Три Церкви Это По их Толкованию Пратестантизм Они Утверждают Что С 16 Века Писание Вообще Игнорирует Католичество И Православие Не Находит Нужным Их И Рассматривать Какое В этом Самообольщение Держит Текст А Если Принять Их Толкование То Реформация Получается Только Носит Имя Будто Она Жива Фактически Же Дело Это Мертвое И Потом Если Церковь В Пергамии В Фиатирах В основном Принимают Похвалу А Имеет Против них Христос Лишь Немного То Здесь Вся Церковь Мертва Иные Близки К смерти Имеются Лишь Несколько Человек Не Отквернивших Одежду В таком Случае Не От Живого Дела Ли К Мертвого Привела Реформация Так Окончательно Запутывается Это Уже Толкование Далее Период Так Вопросы По вот Этим По Отрывку Есть Дополнение Недопонимания Можно Понятно О чем Речь Идет Далее Период Филадельфийский Кто-то Микрофон Сключил Спросить Хочет Роман С роликом Давай А Простите Я Случайно Не Отключил Тогда Отключай Читаем Дальше Период Филадельфийский Этот Период Поздние Секты Вышедшие Из Протестантов Примеряют На Себя Толкуют В угоду Себе Эта Церковь Не Имеет Упрепов Такого Периода Никогда В истории Не было Разве Лишь Первые Несколько Лет Секрет Два Три Года Не Было Этого Периода И В девятнадцатом Веке Как иные Говорят По Видимому Надо Вообще Не Знать Девятнадцатый Век Чтобы Так Говорить Или В нескольких Своих Савычках Делах Видеть Чуть А эти Микрофончик Плюсик И красная Кнопочка Такая Должна Гореть Вот Нужно На вторую Слева На микрофончик Нажать Он Перечеркнется Пышкой Далее Говорят Что В последние Времена Филадельфийцы И Лаадыфийцы Будут Сосуществовать Но Тогда Вообще Нарушается Сама Теория Периодов Писание Вообще Не Говорит Что Эти Семь Посланий Описывают Семь Периодов И Тем Более Не Говорит Что Первые Пять Посланий Пять Последовательных Периодов А шестое Седьмое Совместный Период Так Сектанты Делают Просто Потому Что Никак Невозможно Найти В истории Безупречного Филадельфийского Периода И Лаадыкийского Не имеющего Вообще Никакой Пахвалы Если же Разделить Эти два Последних Периода То Они Сектанты Лаадыки А Также Никак В этих Периодах Мы не Видим Того Особого Всплеска И силы Духа Святого В крестьянах Последнего Времени О котором Пророчествовал Пророк Иаи Во второй Главе 28 32 Интересно Что Существует Толкование Посланий Семи Церквам Как Семи Периодов Составленное Современным Православным Автором В пользу Православия Так Можно Одно И то же Столь По-разному Перетолковывать Это Медвежья Услуга Православия А оно В ней Не нуждается Учение О семи Посланиях Как О семи Периодах В любом Случае Ложно Вопросы Еще одно Учение О восхищении Церкви И о двух Воскресениях Из мертвых Смысл Учения В том Что по окончании Семи Периодов Истории Церкви Христос Невидимо Для мира Но видимо Для своей Избранной Церкви Придет За Своими При этом Состоится Первое Воскресение То есть Воскреснут Праведные А живущие Праведники Изменятся И все вместе Восхищены Будут Петерни Господу Наводки На страшный Суд Участники Первого Воскресения Уже Не Прикутят Нир же И теплохладные Неверные Христиане Всего Этого Не Увидят А останутся На земле И Войдут В Великую Скорбь Учиненную Антихи Недавних Недавних Некоторые Сектанты Стали Учить Что Церковь Захватит Часть Великой Скорби А потом Будет Ее Восхищение На небо Кстати Эсхатологические Воззрения Сектантов Меняются Неимоверно Быстро Не Воскресшие В Первом Воскресении Воскреснут На вечные Мучения Некоторые Во время Великой Скорби Претерпевшие Мученичество За Христа И прочие Вошедшие В тысячелетнее Царство Еще Могут Наследовать Спасение Но Уже С меньшей Славой Чем Участники Первого Воскресения И так Далее И тому Подобное Эти Воззрения Очень Широко Распространены Среди Самых Разнообразных Сект Считается Что В любой День Может Совершиться Восхищение Церкви И многие Его Усиленно Ожидают Этого Момента Это Встряхивает Верующие Заставляет Их Духовно Бодраться Но С другой Стороны Этих же Верующих Усыпляют Тем Что Они Не Войдут В гонение Антихриста И они К нему Не Готовятся Поскольку Они Уверены Что Антихрист При них Не Придет То Они Его И Не Примут За Антихриста И Легко Будут Вовлечены В Его Сети Ублажают Они Себя И Мыслью Что Им Не Придется Проходить Потусторонних Мытарств Не Даже Быть Судимыми На Страшном Суде Ложность Этого Учения Будет Скрываться По Всему Ходу Толкования Апокалипсиса И Особенно Толковании Двадцатой Словы Много Всяких Учений По Верий О Личности Антихриста Иные Говорят Что Это Будет Человек Который Ранее Уже Жил И Снова Явит Называют При этом То Нероном То Наполеоном То Ленина Все Это Неверно Священное Писание Нигде Не Говорит Что Это Будет Человек Ранее Живший Это Будет Человек Родившийся В Последнее Время А Личности Ж Которых Действует Дух Антихристов Предтечи Антихриста Постепенно Подготавливающий Его Престол Уже Были В Истории Человечества И Еще Будут Иные Говорят Что Антихрист В Мире Уже Есть Называют При этом То Безбожие То Всякое Нечестие То Ересь Но В этом То И Дело Что Антихрист Это Будет Человек Греха Так Написано Во втором Послании Писал Анитийцам Во второй Главе Третьем Стеке То Есть Конкретный Человек А не Просто Какое-то Мерзкое Явление В жизни Общества Антихрист Такой Как И Все Человек Но Преисполненный Всякого Греха Он Восстанет На Самого Бога И Будет Попирать Всякую Святыню Второе Писал Анитийцам Вторая Глава Третья Четвертая Стихи Подробно Обо Все Этом Пойдет Речь И В самом Толковании Вопросы? Вводит Некоторые В заблуждение Учение О Великой Блуднице И О Вавилоне Очень Часто Получается Так Что Кто Кого Не Любит Кто Того И Называет Великой Блудницей И Вавилоном Подробно Все Это Мы Рассмотрим В толковании Семнадцатая И Восставши Против Церкви Многие Сектанты Богохульно Называют Пустым Бробом Вавилоном Великой Блудницей Саму Святую Апостольскую Кафолическую Православную Церковь Другие Как Адвентисты Например Считают Вавилоном Римский Святительский Престол Папу Римского Во всем этом Конечно Полное Неведение Отпавших От Церкви Людей Их Заблуждение А иногда И слепая Злоба Множество Грехов Совершенных В течении Веков Христианами Даже В среде Высших Церковных Сановников Свидетельствуют Свидетельствуют Объединения Объединения Различных Вероисповеданий Священное Писание Ясно Говорит Что Великая Блудница Вавилон Это Будет Не Духовно Религиозная Сила А Политическая Крупный Город Последнего Времени Подробно Об этом Будет Толкование 17-18 Глав Существует И понимание Экуменизма Как попытки Создания Единого Религиозного Общества Объединяющего Различные По возможности Все религии Вот Такой Путь Гибельный А Такое Общество Может Оказаться Нужным Разве Только Антихристов Необходимы Встречи Последователей Разных Вер На которых Совершается Обсуждение Вопросов Различающих И разделяющих Их Но при этом Должна быть Вера В то Что есть Истина И что Она Едина Святые Отцы Учили так В главном Единство Во второстепенном Свобода Во всем Вовсе Есть Абсолютные И необходимые Истины Которые Должны Принять Для своего Спасения Все Есть Истины Второстепенные В которых Может Допускаться Широкая Свобода Но В жизни Бывает Очень Трудно Существить Это Деление На Главные Второстепенные Так Непослушание В малом Может Оказаться Для конкретного Человека Души Пагубным А Исполнение Малого Спасительным Матфея 25 Глава 21 Необходимо На основе И на почве Любви Принятие Истины И Оставление Неистинного Сколь Трудно И больно Бы Это Небыло У всех Христиан Должна Быть Одна Основа Бога Во Христе Его Церкви И Учении Шисянам 4 3 6 Неправильно Говорить О многих Церквах Ибо Господь Создал Только Одну Церковь Все Остальное Создано Не Христом И Не Является Церковь Поэтому Должно Говорить Не О соединении Церквей А О Соединении Всех Церкви Каждый Должен Веруя В Бога Троицу Соединиться С Богом И Освободиться От греха И смерти Через Спасителя Бога Человека Иисуса Христа Что Совершается В церкви Верой Покаянием Святыми Таинствами И жизнью По заповедям Бога Еще Можно Сказать Так Евхаристическая Чаша Вот Та Общая Точка Мира Человеческого И мира Божественного Все Мы Должны Приискренно Соединиться С Богом И Между Собою Через Евхаристическую Чашу Через Причащение Голгофа Венчающая Евхаристия Вот Место Где Мы Все Должны Побывать Здесь Небо Соединяется С землей Бог С Человеками Это Место Где Мы Все И Бог Становимся Одним Разумеется Что При этом Речь Не О Формальном Участии В Таинстве Прочищения Не Об Интер Кому Не Простите Не Об Интер Кому Не А О Приискреннем Участии В Ихаристик Со Всеми Его Необходимыми Условиями И Следствиями Вот оно Единство В Главном В Определенных Обрядах И даже Некоторых Богословских Мнениях Различных Поместных Церквей Может Допускаться Свобода Это Не Говорит О Незначительности Обрядов И Мнений А О Их Много Различности Глубина И Спасительность Обрядов И Некоторые Толкования И Мнений Сочетается С Их Много Различностью Но Если Святые Отцы Допускают Свободу Второстепенно То Надо Подчеркнуть Что Истина Должна Приниматься Вся Так Нельзя Например Допускать Мысль О том Чтобы Сектанты Приняли У себя Истинные Таинства Но Продолжали Бы Оставаться Иконоборцами Не Должна Быть Ни Безразличной Всетерпимости Ни Взаимной Вражды Современное Экуменистическое Экуменистическое Движение Принесло Как Определенные Добрые Плоды Так И Определенные Соблазны Встречи Сыноверцами Могут Быть Как Сверху Так И Снизу Сверху Это Встречи Глав Разных Религиозных Обществ И Их Богословов Они Призваны Решать Вопросы В глобальном Масштабе Снизу Это Встречи Сынославными Людми Служителями И паствой Целью Соединения Их С матерью Церковь Каждый Человек Должен Возревновать О своей Принадлежности К стаду Доброго Большой Буквы Пастыря Доколе Блуждать На путях Беззаконных Вопросы Одним Из Лжеучений Является Учение О Тысячелетнем Царстве Или Астическое Учение Это Учение Было Среди Первых Христиан Второго Века Но Оно Не Было Общепринятым И было Впоследствии Полностью Отвергнуто Всевселенской Церковью С новой Силой Это учение Появилось Во время Реформации В среде Аннобаптистов Сейчас Это учение Широко Распространено Среди Самых Различных Сект Многие Сегодняшние Сектанты Учат Что После Восхищения Церкви И великой Скорби И царства Антихриста Придет Христос Свяжет На тысячу лет Сатану И ранее Восхищенными На земле И с ранее Восхищенными На земле Будет Царство Это будет Своего рода Золотой Век Особая И главенствующая Роль В этом царстве Будет У евреев Изменения Будет Даже В окружающем Естественном Мире Между Людьми И животными Будут Отношения Подобные Тем Что Были В Эдене Будет Своего рода Первозданная Жизнь Грех Будет Существовать Но Не будет Искушения К греху Потом Сатана Еще раз Будет Отпущен Возбудит Всякое Восстание Народов Гог И Магог Это Будет Накраское Время После Этого Всеобщее Воскресение Мертвых И Страшный Сутки Сектанты Основываются При этом На местах Писания Рок Исаия 11 глава С 1 по 10 И Рок Михея 4 глава Рок Захария 14 глава И Книга Которую Мы сейчас Изучаем Книга Откровения 20 глава С 1 по 10 То есть Читая Эти места Они утверждают Что Сатана Еще раз Будет Отпущен И На тысячу лет Будет Связан В этом Учении Выражаются Отчаяния Многих Народов О Золотом Веке Но По сути Это Все Продолжающееся Иудейское Ожидание Царства Мессии На земле Плотское Понимание Царства Духовного Ложность Этого Учения Будет Показана В толковании 20 главы Ложным Является Учение О том Что не будет Вечных Мук Приверженцы Этого Учения Говорят Что Бог Есть Любовь Поэтому Он Не Может Наказывать Грешников Вечными Муками Они Говорят Что Душа Человека Не Бессмертна А Претерпев Определенное Соответствующее Их Греку При жизни Наказания Умрет И Превратится В ничто Прекратит Своё Существование Иные Говорят Что Потом Все Даже Бесы Дьявол А тут Такое Учение В древности Развел Знаменитый Александрийский Церковный Учитель Ориген Живший В третьем Веке Почитая И высоко Ценя Творение Оригена Церковь Однако Соборно Определила Это Учение Как Ересь Ныне Подобные Учения Распространяются В сектах Не Особенно Правда Прививаясь Полностью Уже Это Учение Принято В Адвентизме По ходу Толкования Мы Увидим Неверность Отрицания Вечных Мук Первое Доказательство Тому Священное Писание О вечных Муках Говорится Ясно Далее Цитата И многие Спящих В прахе Земли Пробудятся Одни Для жизни Вечной Другие На вечное Поругание И Посрамление Книга Пророка Даниила 12.2 Пробудятся Не для Временного А для Вечного Поругания И еще Одном Цитата И пойдут Сии В муку Вечную Евангелие От Монфея 25.4 Совершенно Ясно Говорится Что Претерпят Вечные Муки Об этом Жив Евангелие От Иоанна 5.29 Все Эти Источники Параллельно Говорят О вечной Жизни И о Вечных Мучениях Значит Если Будет Вечная Жизнь То Будут И Вечные Муки А если Не Будет Вечных Мук То Не Должно Быть И Вечной Жизни Еще Цитата И Дым Мучения Их Будет Восходить Во Веки Веков Книга Откровения 14.1 11.1 А Дьявол Прельщавший Их Вбержен В озеро Огненное И серное Где Зверь И Лжепророк И Будут Мучиться День И Ночь Во Веки Веков Книга Откровения 20.1 Дьявол Дьявол И Антихрист И Все Неверные Будут Вечно Мучиться Отрицающие Вечные Мучения Для Подтверждения Своего Учения Начинают Исказать Смысл Слов Выражение Во Веки Веков Объясняют Так Есть Века Составляющие Определенный Промежуток Времени И Вот Во Веки Этих Веков Будут Мучения В немецком Переводе Лютера Это звучит Так От Вечности До Вечность Объясняют Так Что Мол Была Вечность И Будет А Вот От И До Мучения То Есть Опять Промежуток Времени Все Это Просто Филологические Спекуляции Не Удерживающие Никакой Крип В Таких Случаях Надо Не логику В словах Искать А тот Смысл Который Принято Этими Словами Выражать А выражением Во веки Веков Принято Обозначать Именно Вечное А то Может А то Ведь можно Скоро Догадаться Под словом Безначальное Понимать Не нечто Всегда Бывшее А Нечто Несуществующее Ибо Оно Еще Не Началось Если Понимать Эти слова Так Как Понимают Некоторые Сектанты То Как Тогда Понимать Обещание Христа Веки Грядущим Жизни Вечной Евангелие Евангелие От Марка 10 30 Как Это Веки Будет Вечно Итак Следует Не мудрство А Принимать Общепринятое Слово Употребление По которому Будущий Век Веки Веков Означают Вечность Кроме Того Пророки Евангелисты Пророк Даниил 12 2 Евангелие От Матфея 25 Глава 46 Ясно Обозначает Что словами Вечное Поругание Мука Вечная Вопросы Час Прошел Можно Задавать Вопросы Не по Тому Что проходили А вообще Любые Вопросы Пожалуйста Всем Словом Включайте Микрофон И задавайте Вопросы Сергей Больше не было У меня шума Не было А ну все Значит я правильно Нажала Я просто Недавно В скайпе Так я не поняла Антихрист Родился Или нет Еще Не знаем А то есть Неизвестно Неизвестно А как же Верили до нас Не было Самомнения Потому что Сейчас мы Узнаем Что Одни верили Так Другие Верили Этак А как же А где же Истина То есть Вот эти Секты Иеретики Они В нас Колеблют Православную Веру Вот А поколебать Можно только То что Не твердо Что не имеет Корня А чтобы Был Корень Нужно Углубляться Глубже И глубже Изучать Вот это Вот свое Толкование И свое Учение Православное Те кто его Плохо Знает Тот и Нарушает А что Нарушает Тот И не Спасается А не Спасается Потому что Не знает Чем Мы здесь И занимаемся Вот А как Веру Ну Бог Веру Дает Как и Ученики Молились Господи Помоги Моему Неверию Если В чем Ты Сомневаешься Молись Господи Открой Искренне Проси Не Своим Мудрованием А мне Так Вот Бог Открыл Бог Ли Тебе Открыл Или Не Бог Первый Вопрос Задай Второй Вопрос А как Понимали Святые Отцы Почему Им Бог Открыл Так А мне Бог Открыл Так Неужели Бог Разный Либо Им Не Бог Открыл Либо Мне Не Бог Открыл Потому что Бог Одному Открывает Так Иначе Что Быть Может В Главном Единстве В Постепенном Может Быть Различие Но Это Говорит О Флодогранде Игнать Тихонович Может Вы что-то Дополните Как Подготовить Себя К Пришествию Антихриста Как Потому что Перебиваю Потому что У нас И дети И трое Деток Как Это Потом Детям Объяснить Когда Они Подрастут Как Детям Объяснить Что Придет Антихрист И Как Себя Вестить Но Говорит Так Как Есть Что Будет Время Тяжкое Из Этого Вывода Что Сегодня Нужно Учиться Ценить Мы Знаем Идет Война В Сирии На Украине А Представь Как Люди Мучаются Раз Взрыв Убило Никого Нету Поэтому Бога Знать Нужно По Его Делам Не Просто Читать Писание А Смотреть Как И Благодарить Когда Сердце Благодарное Богу За все Бог Открывает Больше Опознания Вот Я Сколько Наблюдаю За Мусульманами Это Не Два Тысячу Триста Лет Уже Два Миллиарда И Вот Они Выставляют Какого-то Или Девушка Там Или Кто-то В толпе Стоит А Там Их Руководитель За Кафедрой На Площади И Вот Мусульманка Выступает И Говорит У Меня Знакомая Христианка Она Хорошая Ну Спасется Она Или Нет Ну Она Говорит А где Спрашивает А вот Она Стоит Ну Она Все Как будто Знает А дальше Говорит Ну Если Будете Поступать По Евангелию Я Поступаю Спасусь Или Нет Он Говорит А Христос Был Бог Она Говорит Да Бог Ну Значит Как Бог Он Все Знает Притом Везде Каждый раз На Площади Выбирают Человека Свое Уже Ставят А он Отмечает Как будто Христианин Ну Да Как Бог Знает А как Написано У Марка Говорит И не Знает А Последнее Мне Сын Не Знает Что Стоит Не Знаю Все Ха 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 То Сказать Вот Как Здесь Было Написано Что Не Знает По Человечеству Сын Человеческий Но Что Он Сын Божий Они Все И Не Знают Все Эти Миллиарды Они Этого И Не Знают Они Ничего Не Доказывают Как Коммунист Точнее Будут Доказывать Он Расстрелял И Все Я Слышал Выражение Такое Сталин Говорит Нет Человека Нет Проблем Я Не Люблю Это Слово Но Он Так Говорил А Здесь То Как Они Вообще Мусульмане Ничего Не Понимают Совершенно А Кто Последний Как Они Думают И Илья Последние Будут Они Не Слышали Не Знают Они Вообще Не Знают И Все А Он Если Он Бог А Почему Он Не Знает Потому Что Он Бог Человек Он Умер За Грехи Людей А У них Книга Главная Составлена В Которую Верят Она На Выдумках На Человече А Там Все Неправильно Христиане Все Поменяли Бог Говорит Я Бодростью Над Словом Моим И Вот Ребенку Это Все Надо Показать Как Господь Учит Первая Заповеди Мы Должны Быть Непорочными Перед Лесом Его Как Научить Это Не Просто Сидеть Ребенку Учить Наши Родители Евангелия Не Имели Библия Слово Мы Даже Не Слыхали А Знали Все От Тай Мать Это Иконы Где Иконы К Родителям Поклонился Благословите Я В школу Иду Бог Благословит Иди С Богом Вот Это Обучение Чтобы Слово Отца Имело Абсолютный Авторитет Если Он Верующий Конечно От Бога Нет Вот Это Обучение Ну И Нужно Знать По Писанию Меня Не раз Спрашивали Как С людьми Беседовать Сначала Им Разъяснить Что Означает Или Прямо Братья Считать Отвечаю Только Считать Как Есть Считать Это То Как Христос Говорил Не Так Что Ученики Пришли Что-то Разъясняли А потом Христос Говорил Что Христос Говорил Он Сам Разъяснял Что Притча Означает Вот Тогда И Антихрист А Как Узнаешь Живущие Праведно Узнают И Фрем Сирин Прямо Об этом Говорит С голоду Не продать Не купить Ну и Что Поставил Печать А что Из этого Печать Там Начертания Это Не годится Ты Должен Знать Что Он Когда Придет То Будет Настаивать Чтобы Христа Не признавали А потом Уже Начертания Поставили Отрекся Тогда А не Так Что Невидимый Лазерный Луч Если Ты За Границей Был Паспорт Получал Тебе Уже Поставили Бред Это Уже Православные Несут Это Не Просто Так Обманом Раз Ему Хлопнул Печать Он Погиб Для Вечности Речь Идет Верующий У меня Иметь Жизнь Вещей Я Верую И Сатана Ничего Не Может Сделать А он Мысли Знает Не Знает Но Зная Наши Привычки Он Многое Догадывается Как Человек По Глазам Узнает По Движению По Уголкам Рта Все Это Психиатр Хороший Психолог Знает И Вот Здесь Как Детей Готовить Нужно Говорить Чтоб Ценили То Что Нам Даровано Хлебом Не Разбрасывались Учились Обходить Малым И Когда Ожидаемое Придет Легше Переносится Ян Златоуз Говорит Особенно Тяжело Переносится То Что Неожиданное Поэтому Надо Чаще Говорить О смерти О воздаянии О муках Вечных То есть То что Страшить Человек А не так Ребенок Маленький Не надо Говорить У меня Надежда Васильевна В школе Вела занятия Но это Все советское Время И стала Говорить О суде Божьем А одна Девочка Пришла И матерь Рассказала Что у них Вот такие Занятия Та прибежала В школу Так ее Лишили Чуть не Осудили Это Дочь Она не могла Уснуть Да сегодня С этих покемонов Разных Насмотрятся Смотри Что Смотрят Та они А то Она Узнала О суде Божьем И она Девочка Расстроилась Она должна Знать Должна Расстроиться Что не так Живет Сейчас Митрополит Иларион Алпеев Ну его Вполне Можно сказать Претендентом На патриарше Престол Если патриарх Умрет Кирилл И он Говорит Что нужно Чтобы в школах Вели Предмет Нравственное Оцеломудрие А то В восьмом классе Уже девственницу Не найдешь Они живут Совокупляются С любым Проходимцем От Андрея Кураев Все это Об этом Написал Говорит Вести этот Предмет В школах Ну еще Школа будет Они будут Только смеяться Потому что Они Если она Курит Меня ничем Нельзя убедить Что девчонка Осталась Девственниц То есть она Курит Этого Быть не может Чтобы в рот Толкала себе Разную пакость Значит она Уже это Прошла Успокоение Вот так Надо детей Учить Не будешь Работать Будешь воровать Есть охота Достать негде Тебя посадят Ну и В Америке Это поняли Родители говорят Вот сын не слушается Его берут Ни сюда Ничего Нету Месяц В тюрьму Специальные камеры Его заставляют Работать И вот советский Там приехал Это еще Советское время А он говорит Здоровый Говорит Можно посмотреть Можно Ну завели в камеру Там здоровый Такой Вас как звать Он говорит Каблуками щелкнул Джон звать Меня сэр А дальше Говорит А как ты попал Он опять каблуками Щелкнул Как на вытяжку Встал И говорит Потому что балбес Родители не слушался А сейчас как Он опять каблуками Щелкнул Вытянулся И говорит Теперь я буду Слушаться сэр Вот как надо учить Его не били Ничего А там Ограничили В чем И он понял И он не ценил То что было дома Вот такой ответ Пожалуйста Еще вопрос Давайте Вопрос Можно Наталь Сегодня Вот Как бы Идет Такое Движение Огромное Екуменизм Его даже так называть Ереси Ереси Вот как вот Устоять Вот в этом Потому что Они не только Пытаются соединить Как бы Все Христианства В целом И Сектантов И православных Католиков Всех Они Они пытаются Они выходят за рамки Христианства И соединяют туда И буддизм И ислам И все Разные Духовные Течения И идет Такое Что Как бы Из христианства Делать всего лишь Как бы Одну форму Как бы Познание Бога И Как бы Стирают все Полностью Границы И идет Такому Что потом Если будешь Ислам осуждать То Тебя все Могут на тебя Наручники надеть И в тюрьму Ну Я так вижу Что это идет Это Ватикан Продвигает Они это все Соединяют Как бы Как вот Быть Они же выходят За рамки христианства Ведь это Экуминизм не только Все Все Что как бы Христианское Пытается соединить А Выходят Евгений А вы Имеете знакомых Которые Настоящие Иудеи Верят По ветхому завету Все как есть Или Государство Это осуждает Так верить Ну У нас Как бы Иудаизм В Израиле Как бы На уровне Государственной Религии Поэтому Поэтому Со стороны Государства И здешняя Религия Иудейская Она имеет Как бы Защиту От государства Греция Православие Я к чему Спрашиваю Как они Смотрят На гомосексуализм Государь Ну Как они Могут Смотреть Когда Каждый год Проходят Во первых В Иерусалиме Уже Последние годы Гей парады В Тель-Авиве Так Это Второй город Крупный Так Там Тоже Каждый год Летом По моему В начале июня Проходят Гей парады И При том Что Допустим Мэр города Тель-Авива Он Известно Что он Гомосексуалист Это Никому Не безызвестно То есть Государство Это Ничего не делает Как бы А у нас Было Как-то Вот Пару лет назад Может быть Два года назад Был Значит В Иерусалиме Гей парад Значит Один религиозный С ножом Вышел И Пырнул И Пырнул Гея Ну В общем Его засадили В тюрьму За это Вот Вот Ну То есть Как бы Да Как бы Государство Показало Кто будет Этому мешать Все пойдут За решетку Вот А вот Смотрите В Грузии Они попробовали Сделать парад Там Все на улицу Вышли Там Бежали Кто с табуретками Кто с чем Их не могла Полиция спасти Кое-как Затолкали В автобус Этих Срамцов Садомитов И все Больше нету Нигде А вокруг вас Ведь Израиль Окружен Мусульманскими Странами Ни в Турции Ни в Саудовской Аравии Почему Гей парады Не делают Ну да У нас нету Нигде Это не наблюдается Нигде Потому что Сразу их С площади Никто не выпустит Если они выйдут Допустим Договорились И вы еще на площадь Все на площади Они умрут В этот же день Ему отпустятся грехи Как за убийство змеи Как они учат У нас примеры Но мы Не можем этого делать Тактику шахидов брать Мы должны говорить И не допускать По другому мыслить Вот вышел Какой-то там Пастор Слова пастор нету Есть пастор Говорит Пастор это еретик Деноминация Конфессия Слово эти Истребить Это сатана Их прикрыл Этими словами Слово еретик Вот там Выходит Какой-то Еретический Руководитель Христианский И Сказал Что Церковь Почему Северный Рэма 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 Вот Вот Это делает Надо Надо Расставить На Свои Места Не бояться Сказать Никого Боязливых Участь В озере Огненном А меня Посадят За решетку Ну и что Оттуда Спасать Господь Будет Больше Чем Здесь Блаженны Когда будут Гнать Вас Неправильно Злословить А ты Расскажи Вот у меня Брат Пошел Там Где-то В уголь Выписывать А начальник Тогда еще Это Нигде Это не было Это порнография Он достает Из стола Ну разное Там В виде Карт Такие Нехорошие Рисунки А он Отвернулся И стоит Говорит А зачем Вы показываете Ну вот Сейчас Тайно Там Показывают Это Нехорошо Делать Так он Теперь Этот Начальник Другим Стал Рассказывать Вот Какие Люди Есть Мне Стыдно Стало Я Говорит Их Выбросил Мы Должны Там Где Пройти Оставить Истинный След Мы Христиане У нас Да Значит Да Если Нет Значит Нет Не Заставите Никогда Ничего Не Сделать Ни Под Каким Видом Вот Я Слышал Там Это Георгий Винц Это Из Баптистов Там Крепкие Были Люди Я Не Говорю О Вере Правильной Вызвали Разгружать Там Киоск В Зоне Ну Носит А ты Не Работай Баптист Стой А мороз Такой Идет Когда Стали Носить Конфеты Пряники Занесли Оставили Папиросы Там Несколько Коробок Вот Теперь Бери Носи Он Говорит Я Вижу Тут Папиросы Но Нам Это Не Положено Да Кто С тобой Будет Разговаривать Бери Он Не Берет Но Они Выставили Милицию Она Стояла Около Него До Утра Менялись Милиционеры А он Не Меняется И Не Брал Прошло Дня Два В это Время Там Договор Был Нужно Было Вызвали Своего Поймали В Америке Они Его Обменяли И Через Два Дня Он Уже Вместе С Картером На капель И Там Стоял Господь Же Видит Это Сегодня Он Угнетаемый А Завтра Вот Такой Как Воины Ценецкого Запросили А Он Же Хирург Ему Брюки Привезли А Кителя Нет А Освобождение Еще Не Пришло И Он Ходит Генеральские Лампасы Генерал А Начальник Там Полковник Где-то Он Идет Ему И честь Отдает Такая Говорит Картина Была И Он Ни разу Нигде Сказали Присудили Ему Премию Сталинскую Второй Степени Только Одно Условие Поставили Чтобы Получать Ее Не В Архиерейском Облачении Он Говорит Она Нам Не Нужна И Они Попятились Коммунисты В то Время Вот Какое Дело И Ничего Не Могли Сделать Я Говорю О Луке Архиеписко Пебой На Осенецком Вот Такой Ответ Ну Получается Это Вы О пути Исповедничества Говорите Правильно То есть Исповедовать Свою Веру Но Если Взять Православие Сегодня Православие В целом Не наблюдается Этого Пути Исповедничества Потому Что Не Наблюдается Чтобы Верхушкой Мировое Православие Оно Как бы Выходило И Говорило Ну Как Вот Ну Как бы Церковь одна А все Остальное Это Ересь Вот Как бы Экуменизм Экуменизм Захлестывает Они его Принимают Как бы Поэтому Экуменизм Это хорошо Это хорошо Когда Экуменизм Но Не в том Смысле Которое Они Говорят Ты Молимся Соединение Всех Мы молимся В церкви О соединении Всех Вот Я спрошу Педофил Это Хорошее Слово Плохое Плохое Но Переведи Его Педа Что означает Ребенок Попил Любить Любить Детей Это плохо Его повернули Любить Только Блуде Слово Любовь Куда Лучше А что Любить Любить Наркотики Любит И дальше Что он Любит Блудник Любит Не перестанет Пока не Прогорит Огонь Куда Направлено В каком Ракурсе Надо Все Во свете Библии Смотреть И ребенка Приучить Так Вопрос Задали Он В конце Концов Должен Спросить А что Там Написано В Библии И Притом Люди Привыкают К этому В течение Одного Дня Я сидел У нас Камера Назвали Камера Академиков Предподаватель Второй Группы Космонавтов Во главе Директоров Шоу Там Судили Они Я молюсь И считаю Они Я отвечаю По Библии Нет А на завтра Уже спрашивают А что у вас В этой книге Написано Такой то Вопрос Как написано И дальше Какие бы вопросы Не были Между людьми Они ко мне Обращаются Никому больше А как написано Как у вас Неотразимо Вас опровергнуть Никак нельзя Лежит там Один майор За убийство Лежит Лежит Я вот все думаю Это надо же Как придумали люди Я говорю Не люди Это Бог открыл Ты стой Говори И Господь Увидит Труд твой А если Никто не обратится Ну От нас это не зависит Обращает Господь Не мы И молитва Ничего не значит Она просто Открывает дверь Доступа к Богу А это все значит Так что Слово Акумена Это очень прекрасное Слово Хорошее Но его обратили Видишь Что там Буддеисты Там разные Мы там Для свидетельства Там патриарх Говорит Сколько лет Тридцать лет И никакого Свидетельства нет Ни одна душа Не обращается Ты если Он еретик Баптист Ты прямо ему Скажи Вы еретики Вы не церковь Не позволяй им Говорить слово церковь Да какая вы церковь Если вы церковь Тогда ее не было до вас Кто так верил Как вы Что не надо Священца Епископата Благодать идет Через руки Епископов Третьем Четвертом Пятом веке Кто так верил Никто Все Разговор окончил Лжицы А с лжицами Разговора нет Чтобы они почувствовали Не ну Баптисты Они так сказать Терпимые Да Они тебя может быть А вот Мусульманам то Есть смелость Говорить Что это лжерелигия Потому что мусульмане не агрессивные Мусульманин за это может Тебя и ножом упорнуть Потому что для него Для него его религия свята Вы же сами понимаете Вот я о чем Я говорю Женя Я тебе говорю Меня привели в мечеть Я зашел Ну Надо босиком У меня носки рваны Я носки снял И босиком Зашел А у них Между двумя намазами Там сидят они Все возле стен И рядом ребятички Все мальчики где-то Я зашел Посредине мечети И стал кланяться Царю небесную Утешителю А потом Последний поклон Поклонился И стоят Как они стоят Когда я встал Вокруг меня Как кольца три Окруженный был Я глянул Ну они все так Подрезанные бородки Лица суровые такие Когда я кончил говорить Они меня Провожают Как будто мы все время жили У меня свое Правило Не как у Данила Сысоева Я никогда Не повторяю Слово Аллах Не говорю Слово Мухаммад И слово Коран Три слова Табу Запретные Нам Заповедано Проповедовать Евангелие И проповедовать Евангелие Все твари И я им говорю И сказать Что они откликаются Неправда это Вот о них я нашел Выражение У Андрея Кураева Я его взял себе В оборот Они религиозно Талантливы Они слушают Мне однажды пришлось В баптистском собрании Говорит Большое собрание Очень большое Четыреста Примерно Семьдесят человек Пресвитер встал И говорит Мы сегодня Все готовы Принять православие Одна встреча Это Бог делает Человеку это невозможно Это притом Я же не Две тысячи лет назад Жил Я сегодня такой Я ничего не говорю В камере Склоняю колени Молюсь А утром мне говорят Вчера семь человек Сзади становились На колени И мы ночью Тут решили бросить И табак Курить Бросили все Можно мы тоже С вами встанем Камера переполненная В дыму Я не разговариваю Я нашел место Спросил разрешение Тут вам не помешают Да нет Отец Молись Тут каждый По своему С ума сходит Но уже утром Обстановка была другая Я просто ночь молился Стоял на коленях И один за другим Заключенные Остановили Молились Я когда спрашивал Кто сидел У кого было такое Они даже не слышали такого А то священник Глеб Якунин Зоя Крахмальникова Александра Городников А почему Потому что у них есть звание Он священник А я никто Зоя Крахмальникова Кандидат наук Я никто Александр там ему Награду прислала Маргарет Тэтчер А меня никто не знает Поэтому Мне надеяться не на кого Только на Бога И Бог показал Начальник тюрьмы Меня вызывает И вызывает постепенно И умирает по-христиански Следователь допрашивает Принимает крещение С полным погружением Я кому не говорю Баптисты многие сидели А мы даже не слышали это У меня в 8 часов Открывается камера Охранники стоят И вся камера замерла В 2 часа 3 человека на 70 Нашлось не курят Моют руку Берут Евангелие Я даю И читают Я объясняю Почему? Бог Я могу похвалиться Хвалящийся хвалить Господом Что такое благодать? Когда он сердца людей обращает Ну и что вы думаете Всегда так будет? Нет Не всегда Это и не обещано В одном месте Павла побили И вытащили за город Камнями Всякое бывает Охранник открыл А ну-ка отец иди сюда А как ты думаешь так? А сам говорит И мат перемат Я говорю Знаете Я не могу так слушать Ваша речь Говорит Как крошку бросить В парашу С мочой В полную большую тарелку Рыбы Мы узнали Мы слышали от вас Это отец Это отец Заключенные Все решили на кухне Я не просил И они добавку К хлебу Каждый день дают А я Лишнюю дают А я тут делю на камеру Это Бог делает так Великий Бог Иегова А все они имя не знают Я могу Сказать это Потому что Это не басня я рассказываю А то что со мной было А в одном месте Там мне руки выкрутили Говорит и ноги Все Вот как Бог делает И дает утешение Вот вчера пришла одна Мы пришли от протестантов Теперь мы православные С нами еще пять человек вышли Я чуть не каждый день Получаю это Мы вас считаем Духовным отцом Я уж молчу Нарожала Не знаю когда В университете придут Записки просылают Мы вот уверовали Вы для нас Духовный отец Я родил вас Благовествованием Меня можете Как угодно Хоть горшком назови Только в печку не сажай Вот Женя Я вам скинул три Первый, второй, третий том Получили? Да Я просто к чему говорю Просто про мусульман Я вам позвонил Пару дней назад А засвидетельствовал Вам Может кто еще не знает Вот я вот принял крещение В русско-зарубежной Православной церкви Вот И мой путь К православию Привел меня В русскую Зарубежную церковь У меня с московской Патриархии не получилось Там мне как бы Не сложилось Крещение И как бы Особо и не хотели Там крестить меня А в зарубежной церкви С радостью приняли Даже разговоров не было Вот А монастырь этот Илеонский Куда я попал Нашел там Благочестивого Архимандрита Он находится Прямо среди В мусульманском районе Находится Причем Район Верусалиме Очень агрессивный И мы когда Первый раз туда попали Выезжаем И с нас И с нас Прямо дворник Эти мусульмане Сорвали с машины Ну А они там Что ты среди мусульман Сделаешь Ну неприятно А Я потом Иннокентию Архимандриту Иннокентию Рассказал Я говорю Так А так Он говорит Да что ты Дворник Мне уже стекла В машине выбивали Говорит Видит Поп за бородой едет И все И мне выбили стекла Это вот Говорит Ну я так послушал И даже успокоился Ну то есть Вот так как бы Вот Как бы не бояться Вот так вот Идти таким путем Исповедничества Потому что Баптист это неспокойно А вот попадет И в мусульманский район За свидетельствием Хотя вот Вы говорите Игнатий Тихонович Что вы даже И в мечеть заходили И вас принимали Мы проехали 6 мусульманских республик И Турцию прошли С той стороны Черного моря Мне говорили Три раза в Чечне были Не ездите Не ездите Вам то все равно Вы уж готовитесь Мучеником быть А этих то с собой берете Нас встречали они И провожали Как родных братьев И когда русская мафия На нас насела На границе С Турцией Там Перед Болгарией Кажется Перед Грецией Так они нас Там Которые сидят На таможне Готовили чай И выносили к нам А мы стояли на молитве Вот как Это дело Божье Это дело Божье И они Знаете Женщины там Не хотят А тут с нами Стали Фотографируются В Чечне У нас Говорят Сегодня тут Министр что ли Приехал Так они оттуда Даже вышли Вот Все что говорят Я не опровергаю Но с нами Не было этого Нигде Почему за нас Слишком много Молились Молились все За нас Молились и мусульмане И старообрядцы И баптисты Пятидесятники Ну От Владивостока До Лиссабона И дорога Где мусульмане Встречаются Мы молились вместе То есть у них Там свой Дастархан У нас свой И где они Рядом Нас никто не тронет Они сразу подходят Видя Мы становимся Молимся Кланяемся Коло дороги Расстилаем Военная палатка Два на два метра Вот и все Мы первый раз Видим Что русские Так молятся Понятно Мы сами Так как себя ведем У них Я говорю Они сказали Почему вы христиан То убиваете Это У вас же написано В книге Это люди писания Говорят где писания Вы ничего не знаете Вы не христиане Вы пришли к нам И сюда долбите И убиваете нас А мы вас резать Вы резали И будем резать Я просился То пропустить Меня в ИГИЛ То у Путина То не просто Я красовался Или как-то Я серьезно Приготовился Простился со всеми А что бы делали Я знаю что делать И не нарушил бы Ни одного правила А будешь говорить Расстреляет Не умирай Он сам выйдет И скажет Сегодня я вам разрешаю Говорить Почему я об этом молимся У меня программа Четкая была Быть на самом Месте опасном Где их там бомбят Это авиация советская Ну ответ получил Благодарность Но не дальше Дальше Разговора не получилось Но от меня уже Не зависело Я не просто Сказал Готов сегодня Выехать Прощаюсь Сел и поехал А там что помогли Через турецкие власти Войти к ним Что бы делали Только молился Молился И так что никто Не видел То есть они уже Заранее меня С ними связались Уже Тут переводили Сарабсковые Но Не сподобил Бог Они сероба вас Зарезали А вот об этом Думать не надо На облака Кто смотрит Тому не жать Соломон говорит Экклесиаста Богу доверься Давид как бегал Сколько бегал Сколько за ним Охотился Саул Ведь не смог достать А я псалтырь Считаю каждый день Игнатий Тихонович Давайте помолимся И продолжим Субтитры сделал DimaTorzok 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 Отец наш Небесный Господь и Бог Мы предстали перед Твоим величием Чтобы прославить Тебя Божией истиной За чудные и дивные дела Твои Прости меня Моистое грешение Где кого остудил Где не показал Добрый пример Христианской жизни Помилуй Владыка И исполни благодатью Духа Твоего Святого Чтобы нам действительно Быть городом На вершине горы И что мы слышали Помоги исполнить И благослови священника Геннадия Написавшего этот великий труд Слава Тебе за святых отцов Которые все нам разъяснили Сохрани нас от заблуждений От ереси А замысля речков Ничто преврати и развей Выведи народ Твой, Господи На великую битву И чтобы одержали победу И чтобы никто не принял Начертания зверя Антихриста Хвала Тебе за все Отец, Сын и Святой Дух Аминь Спасибо, Господи Аминь Спасибо, Христос Вопросы у кого есть еще? Спасибо, Христос Евгений Поздравляю с крещением Игнатий Тихонович Разрешите вопрос задать Практически У нас закон Закон Божий Первый вопрос Мы обратно идем Я хотел бы Насчет вот этих Гомосексуалистов У нас сейчас Это очень актуально То есть у нас идет Сейчас битва И Ну в общем Продолжение следует... Спасибо, Христос Спасибо, Христос